Добрый день! В эфире программа «Ящик Пандоры». Наш гость Дмитрий Травин. Мы продолжаем разговор о модернизации. Точнее, в этой части программы я попытаюсь задать Дмитрию Яковлевичу, так сказать, нехорошие вопросы. Проклятые. Да, собственно, проклятые. Вот читая твои работы, многочисленные и очень интересные, их очень много по модернизации, мне постоянно вспоминается старый советский анекдот. Ползут два червячка. Червячок мама, вот еще сынок. Сынок спрашивает, мама, почему бабочки там летают по цветочкам, а мы все вот, где червячки ползают, да? В навозной куче. Да. На что мама отвечает, понимаешь, сынок, слово есть такое, родина. Так вот, вот из того, что ты последнее время пишешь, получается, что мы имеем ту самую проблему колеи, о которой писал нобелевский лауреат Даглас Норд. То есть некая предопределенность. То есть то, что мы имеем сейчас, предопределено всей предшествующей историей России, ну, чуть ли не фатально. Хороший анекдот ты рассказал, я бы развил его так. С точки зрения червячка, конечно, навозная куча — это колея, никуда не денешься. Но вообще навоз — это хорошее удобрение. Если его разбросать по полю и соединить с землей и трудом, как там у Маркса, с факторами производства, да, то в итоге вырастет что-то очень полезное, что и составляет основу модернизации. Если по сути колеи сказать, то проблема колеи действительно очень серьезная существует. Ни одна страна мира не может модернизироваться на голом месте. Всегда приходится модернизировать то наследие, из которого мы выходим. То же самое было у французов. К моменту французской эволюции жесточайший абсолютизм, жуткая бюрократизация, страшный государственный долг, который, собственно говоря, по большому счету, к эволюции привел. Дмитрий, давай сразу список виновников. Кто виноват? Монголы, татары? Не, 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 не. Вот извини. Вот сейчас я кратко скажу главное здесь. Дело не в виновниках. Мы имеем историю, так сказать, через которую подошли вот к началу модернизации. Скажем, в 92-м году, когда Егор Гайдар модернизировал страну, у него была экономика очень сильно военизированная, милитаризированная. Ну, Сталин строил экономику, чтобы воевать со всем миром или уж как минимум с Гитлером. Вот невозможно было провести экономические реформы так, чтобы часть этой экономики не рухнула. То же самое, кстати, было в Польше и в Чехии, только там военные экономики были несколько меньше, чем у нас. Поэтому там тоже рухнуло, но не так сильно. Значит, вот это вот колея, это наследие, без которого никуда не денешься. Хотелось бы, может, модернизироваться, как в Венгрии, где военной экономики почти не было. Но мы живем не в Венгрии, а в России. Когда эта модернизация пошла, с одной стороны, люди получили рыночную экономику и начали крутиться, производить хорошие товары. С другой стороны, они сказали, вот по крайней мере, те, кто потерял свою работу. Нам не нравится Гайдар, Гайдар плохой. Мы вот так вот не хотим. И преобразование дальше затормозилось, потому что значительные части общества, они не нравились. Вот это, собственно говоря, и есть колея. Можно сказать, что в этом виноват Сталин, но применительно к сегодняшнему дню даже уже не так важно, кто виноват. Важно то, что мы меняем нашу экономику и политическую систему в конкретных условиях. И как только тронешь, как только начнешь менять, сразу же несколько миллионов людей говорят, нам не нравится. А почему? Ну вот, когда меняли военную экономику, им не нравилось, потому что, скажем, квалифицированный сотрудник ВПК, 40 лет работавший на военном заводе, блестящий специалист, умнейший человек, вдруг теряет работу. А он не может не потерять, потому что, если государство будет по-прежнему финансировать весь этот огромный ВПК, то тогда придется забирать деньги у тех, кто колбасу производит. И колбасы не будет. Но человек, который теряет работу в ВПК, во-первых, он просто не заслужил того, чтобы мучиться на старости лет. А во-вторых, он не обязан думать, кто в этом виноват. Там Сталин или Гайдан. Он говорит, мне не нравится эта власть, давайте остановим эйформу. А остановить их невозможно. Точнее, я плохо сказал. Приостановить их можно, именно это и сделали. Но рано или поздно все равно придется проходить тем же путем и углублять эти преобразования. Я вот так еще тогда скажу, спрошу точнее, пользуясь любимым выражением Андрея Николаевича Ларионова. Спрос на либеральные реформы, он что, есть? Я, например, его не вижу. На либеральные нет. На либеральные нет. Но то, что ты говоришь, это либеральные. Смотри, мне кажется так, что в начале 90-х у нас в стране был спрос на то, чтобы прилавки наполнились. Вот спрос почти 100%. Все этого хотели. Прилавки наполнились худо-бедно. Какая-то часть сказала, нет, вот это такой ужас, что лучше давайте вернем сталинизм и будем как старый. Но те, кто хотели вернуть, они, судя по голосованию за коммунистическую партию, составляют 12-15%. Да и то они не сталинизма хотят, а немножко другого. Основная масса все-таки с рынком смирилась, потому что плюсов увидела больше, чем минусов. А вот дальше следующий спрос должен возникать на даже не на либеральные реформы, я бы сказал, а на демократизацию вот этого первоначального капитализма. Вот спроса на демократизацию у нас в стране практически до сих пор нет. И понятно почему. Это так называемая проблема ресурсного проклятия. Жижа. Да, да, нефть, газ. То есть до тех пор, пока экономика неплохо росла и доходы людей росли, даже в условиях авторитарной системы, людям было наплевать, сколько воруют представители власти. Люди даже не особо задумывались, им казалось, что они воруют не миллиардами, а ну так, чуть-чуть совсем. И так бывает всегда в условиях вот этого изобилия ресурсов. Сейчас ситуация другая. Нефть дешевая, экономика... Она может обратно пойти. Ну, на данный момент она дешевая, и экономика вот в те дни, когда мы говорим, уже падает примерно на 2% по сравнению с прошлым годом. За счет потребления. У нас уже началась рецессия. За счет потребления. Ну, неважно за счет чего, но падает. Если цена на нефть снова скакнет в два раза, то, конечно, никакая дальнейшая модернизация невозможна будет. Людей снова будет устраивать ситуация. Если цена на нефть останется на низком уровне, то постепенно люди начинают задумываться, потому что, ну, кто-то будет все равно жить хорошо, а кто-то начнет жить очень плохо. И люди будут думать, почему мы живем плохо, значит, надо что-то менять. Вот в такой ситуации возникает спрос на дальнейшие реформы. Пусть не либеральные, но хотя бы на демократизацию. Вот по ходу мысль такая возникла. Парадокс. Вот то, что есть в России, это спрос на недвижимость. Это я могу утверждать. Есть также эмпирическая закономерность, в которую все верят, ибо наблюдают. Что цена на нефть влияет на цену на недвижимость. Ну, это можно посмотреть. Недвижимость у нас росла, как грибы, во время, когда нефть росла. Так вот, спрос на недвижимость зависит от спроса на нефть. От цены на нефть. Стало быть, спрос на недвижимость – это спрос на ресурсное проклятие. Но ведь люди хотят жить в крупном городе, в хороших условиях. Получается некий такой парадокс. И поэтому я перехожу ко второму вопросу, который его, собственно, и конкретизирует. У нас маленькая экономика. Так получается. Но большая страна. И если вот мерить масштабами страны, то вот человек, который из условного Урюпинска переезжает в Санкт-Петербург, он переезжает в новую реальность. То есть, есть спрос на жизнь, хорошую жизнь в крупных городах России. То есть, можно ли модернизировать всю страну равномерным образом? То есть, хороший вопрос, хороший. Нет, невозможно. Ни одна страна мира не модернизировалась равномерно. Всегда по частям. А не слишком-либо большие для модернизации в том варианте, в той парадигме, в рамках которой ты о ней пишешь? Ну, чем больше страна, тем, наверное, медленнее модернизация будет доходить до отдаленных регионов. Но, во всяком случае, можно сказать, вот, допустим, знаменитый французский историк Фернан Бродель описывал, как модернизировалась Франция. Сначала модернизировался Паиш и северные регионы. От Нормандии до Пикарди и до Страсбурга. Более-менее модернизация шла на юге, потому что, скажем, Бордо там выращивался, хороший виноград, делали вино и экспортировали через местный порт. А центральный массив, так называемый, оставался аграрным и отсталым вплоть до середины 20 века. Когда Бродель писал, он говорил, я туда прихожу, там крестьяне мотыгой работают в середине 20 века. Даже у нас уже Сталин где-то трактаров вел к этому моменту. Правда, там где не ввел, там было хуже, чем во Франции. Вот, и такого рода примеров масса. Италия, высокоразвитый север, до сих пор отсталый юг. Испания, высокоразвитая Каталония, отсталая Галисия. Португалия, развитый юг, отсталый север. Таких примеров масса. Да, но вот пессимизм такой получается. Во-первых, наше поколение точно не будет жить при модернизированной России. Это раз. Во-вторых, люди-то хотят все при жизни. Кстати, реформаторы тоже почему-то хотят реформировать страну тоже при своей собственной жизни. Что надо тоже отметить как некий парадокс. Другой вариант. Ведь можно модернизировать собственную жизнь, просто покинув страну. Но миграция у нас не наблюдается. То есть, людей, в общем-то, устраивает. Если бы действительно было с чем сравнивать, все бы сбежали. Или не так? Хотя 7% не было. Бегут, да? Бегут. Лондон уже часто называют Лондонград. А, но кто бежит-то, кто бежит? Нет, смотри. Значит, естественно, бегут те, у кого есть возможность. Прежде всего, возможность создается капиталом. Если человек уже много заработал или украл, то он может купить недвижимость в Лондоне и спокойно там жить. Второй способ. Человек много не заработал и тем более не украл, но у него есть хорошая специальность. Которая может быть востребована на Западе. Тогда он может туда переехать. Правда, здесь возникают визовые проблемы. Очень многие, я думаю, сегодня уехали бы, если бы Евросоюз предлагал свободный вид на жительство. У нас есть квалифицированные инженеры, программисты, люди, которые нашли бы там работу. И, наконец, третья категория. Это люди, которые толком ничего не умеют из того, что нужно в развитых странах. И, естественно, вид на жительство им тем более сложно получить. Они уедут в самый последний момент, либо не уедут вообще. Потому что, если даже им как-то удастся выбраться, то в лучшем случае они работают нянечками и дворниками, как у нас сегодня работают таджики и узбеки. В худшем случае они вообще ничего не могут. Но вот основная масса людей по объективным причинам эмигрировать в страну высокой модернизации не может. Поэтому процесс идет вот так вот неравномерно. Кто-то уехал, кто-то мечтает уехать, но не уедет. Кто-то вообще об этом не думает, потому что понимает, что это совершенно неадекватная его возможность. Спасибо. А для всех, кто так или иначе озабочен проклятыми вопросами, я даю рецепт. Покупайте недвижимость. И у вас не будет никаких проклятых вопросов. Ибо, как говорили англичане, мой дом – моя крепость. Продолжение следует...